Глубоко уважаемые участники, уважаемые организаторы, благодарю за предоставленную мне возможность выступить, рассказать о нашем методе термогенетики, который разрабатывается в Институте высшей нервной деятельности совместно с Институтом биорганической химии и МГУ ФИСФАКО. Это метод, он отчасти аналогичен методу оптогенетики, но здесь используется инфракрасное излучение, и на данном этапе не специфические патионные каналы ТРП-типа, которые открываются инфракрасным излучением, это приводит к деполяризации мембраны. Кроме катионных каналов, которые точно работают сейчас в этом методе, естественно, нас интересует получение натрий-селективных каналов или анионных каналов, и первые уже варианты их получены у села до Белоусова, но мы пока еще исследуем их свойства, насколько они селективно хороши и подходят для наших целей. В методе термогенетики берется какой-нибудь терморецептор, белок чужеродный для организма, а вот какого-нибудь другого вида, в данном случае это змея, у змеи есть специализированные органы термочувствительности, с помощью генетических методов термоканал помещается в нейроны, и нейрон приобретает способность реагировать деполяризацией в ответ на инфракрасное излучение. Все пока очень похоже на оптогенетику, однако есть у термогенетики некоторые отличия и некоторые преимущества, которые потенциально дают больше возможностей для ее применения. Первое — это очень высокая глубина проникновения инфракрасного излучения в живые ткани, это порядка миллиметров на порядке больше, чем видимый спектр. Второе — это возможность стимуляции другими способами нагрева, кроме инфракрасного излучения. Можно, во-первых, просто подогреть образец, или же можно использовать какое-нибудь локальное микроволновое излучение, используют всякие наночастицы, нагреваемые электромагнитным полем. Третье — это нечувствительность термогенетических зондов к видимому свету, которая позволяет их свободно сочетать как с флюоресцентными маркерами. Мы знаем, что во многих экспериментах вместе с оптогенетическими каналами используют флюоресцентный белок-маркер, просто чтобы найти эти нейроны, их увидеть, чтобы знать, на что светить. Но иногда оказывается, что пока мы их искали, какой-нибудь нейрон, маркированный желтым флюоресцентным белком, мы уже очень хорошо его застимулировали, поскольку спектры со спектром активации ченнелородопсина очень хорошо перекрываются. И можно еще благодаря этой особенности также использовать термогенетические зонды вместе с репортерами функциональной активности, такими как кальций и чувствительные зонды G-Camp. Тоже не будет никакого перекрытия и активации ни термоканала, ни G-Camp. Но термоканалы не активируются видимым спектром и не активируются ближним инфракрасным светом. И последнее — это высокая проводимость отдельных каналов, тоже на порядке выше, чем классический ченнелородопсин. Это преимущество позволяет снизить количество экспрессируемых каналов для достижения того же эффекта, чтобы не заполнить всю клетку этим белком, который может тоже на что-то влиять и что-то там, чему-то мешать в нормальном распределении собственных протеинов, каналах. На следующем слайде приведена схема термогенетического эксперимента на культуре. клеток коры гиппокампа. Она же является схемой калибровки. Это прозрачный темный цилиндр. Это конец световода, из которого проецируется излучение. Заведены два лазера. Один лазер видимого света, с помощью которого мы наводимся на интересующие нас нейроны, и потом уже включаем невидимое инфракрасное излучение. Клетки можно регистрировать с помощью пэтч-электрода и измерять их мембранный потенциал. Таким же способом проводится калибровка. Если микропипетку заполнить просто физраствором и поместить ее кончик в центр пятна, то можно будет измерять сопротивление этой пипетки, которая изменяется в зависимости от температуры, и благодаря этому построить профиль изменения температуры и также рассчитать подаваемую энергию суммации мощности за время экспозиции. Нейроны находились с помощью совместно экспрессируемого маркера флуоресцентного ТД-томата и дальше уже проводили регистрацию электрических ответов в ответ на термогенетическую стимуляцию. На панели B изображены профили стимулов, и мы видим, что можно с помощью инфракрасных импульсов вызывать как подпороговые ответы, так и отдельные потенциалы действия. И в режиме Voltage Clamp также видно, что после включения инфракрасного стимула происходит нарастание входящего тока, который быстро выходит на ноль после отключения этого инфракрасного стимула, и можно даже таким образом вызывать трейны потенциалов действия серии импульсов, когда в ответ на каждый импульс будет генерироваться отдельный потенциал действия. В данном случае это использовался канал змеи ЦАТРП1, у которого порог активации где-то 28,5 градусов. Для нейронов коры гиппокампа это все-таки немного нефизиологичная температура. Этот канал скорее подходит для управления поведением каких-нибудь хладнокровных животных позвоночных. кроме этого канала мы еще исследовали канал крысы, это ИОЛ-ТРПА, у которого уже температура активации около 40 градусов. Вот мы видим на сравнении, что с помощью обеих каналов можно вызвать потенциал действия импульсом 10 миллисекунд, но по частотным характеристикам холодный канал змеиный, у которого активация 28,5 градусов оказался даже лучше, чем канал крысы. Он может передавать частоты спокойно 50 Гц, даже несмотря на то, что при пониженной температуре 27 градусов, потенциал действия расширяется в млекопитающих, а канал ТРПА, он в наших экспериментах позволял передавать частоты всего лишь до 25 Гц. Это, конечно, нуждается в дальнейшем улучшении, в то время как канал ТРПА практически идеален для хладнокровных животных. В следующем эксперименте мы его использовали для управления поведением личинки рыбы Данио Реррио, который в оплодотворенные яйца закололи плазмиду ДНК с этим каналом и с помощью специфического промотора экспрессировали ТРПА-канал в механосенсорных нейронах. Здесь рыбку поймали в агар, так, чтобы она не могла оплыть, и у него двигался только хвост. И дальше выйти, как посвятили на эти механосенсорные нейроны. Вот, и рыбка сгибает хвостом. Вот это уже то, что я говорил, рассказывал о преимуществах. Каналы ТРПА можно свободно использовать с индикаторами функциональной активности нейронов. В данном случае это кальцийочувствительный звон G-CAMP 6S. При подпороговом, ответим здесь сверху, это регистрация patch clamp, электрофизиологическая G-CAMP. Сигнала мы не наблюдаем, а при достижении порога генерации потенциала действия мы видим также кальциевый спайк на флюорсцентной регистрации G-CAMP. То есть это можно даже использовать без электрофизиологии. И как раз мы использовали в работе для прослеживания моносинаптических связей на культуре клеток гиппокампа коры с помощью G-CAMP без применения электрофизиологии. Далее мы переместили наши исследования уже на целые животные, на модели InViva и ExViva. И здесь первый слайд – это калибровка профилей тепловых стимулов. Точно так же можно взять электрод, поместить его в срез, приживающий срез мозга, измерять его проводимость. И мы получили примерно такие же профили температурные при стимуляции инфракрасным лазером порядка 1300 нанометров. И эти термоканалы дали экспрессировали в коре животного во втором-третьем слое с помощью электропорации инутера. Здесь мы видим второй-третий слой, подсвеченный флуоресцентным наркером TD-томата красным, который совместно коэкспрессировали для визуализации нейронов, экспрессирующих ТРПВ канал. Здесь уже используется другой канал ТРПВ из семейства ванилоидных, полученных от летучих мышей и вампиров, которые тоже ведут ночной образ жизни и обладают хорошей термочувствительностью. У этого канала порог активации уже 43 градуса. Все-таки мы посчитали, что 40 градусов – это немножко низковато, то, что было для предыдущих ТРПВ каналов. И, возможно, животное может достигать такой температуры и без инфракрасной стимуляции. Но вот этот ТРПВ 43 градуса, она абсолютно точно не поднимается до этих величин в норме. И мы видим, что нейроны сформировались, у них были все нормальные электрофизиологические характеристики, и они реагировали на стимуляцию инфракрасным излучением. Здесь на картинке B нейрон запетчили с помощью пипетки, в которой была зеленая краска, сам нейрон красный, он стал желтым. Это чтобы убедиться, что регистрировали именно тот нейрон, в котором были каналы. Можно вызвать подпороговые ответы, можно, опять же, вызвать отдельный потенциал действия. Однако этот канал оказался немного медленным. У него вот здесь на панели G видно, что эффект от трейна, он нарастает, суммируется, то есть этот канал немного медленно, относительно медленно открывается и еще медленнее закрывается. Он по таким динамическим характеристикам немного хуже даже стандартных чануардопсинов, а мы знаем, что уже сейчас существуют уже более продвинутые, быстрые варианты оптогенетических конструктов, такие как хронос, которые вообще можно запускать частотой 200-300 герц. Но, тем не менее, этот канал работает. В следующем эксперименте видно, что длительность ответа увеличивает амплитуду, длительность стимуляции увеличивает амплитуду ответа. И мы продемонстрировали локальность этой стимуляции. Если посвятить на дендрит или на сому, то мы получаем разные пороги ответов, разные на одни и те же стимулы. Это примерно область, которая была засвечена. Она ограничивается свойствами волокна. Однако, если уж эта термогенетическая стимуляция действует локально, в принципе, это волокно можно сделать и дать ему другие свойства, что она будет уже нагревать не область 50 микрон, а порядка нескольких микрон. И это тоже технологически сейчас возможно сделать. То есть, этот канал работает, но хотелось бы увеличить его частотные характеристики. Для этого мы проводим в дальнейшем будем проводить и сейчас проводим скрининг других вариантов каналов. В данном случае это ТРПВ-1 длинная изоформа канала летучих мышей. И как перспективы требуется совершенствование еще методов нагрева, чтобы сделать его более локальным, более удобным для использования на моделях инвива. Хотя уже были такие первые эксперименты инвива на млекопитающих. Проводилась их стимуляция. Но для такого рутинного применения все-таки нужны некоторые улучшения. И в заключении хочу отметить, что термогенетические зонды уже сейчас могут использоваться для стимуляции отдельных нейронов локальных на срезах или даже компартментах нейронов, таких как аксонодендриты в культурах и для управления поведением хладнокровных позвоночных, но для использования инвива на моделях млекопитающих уже в ближайшем будущем будут произведены некоторые улучшения, такие как улучшение методов нагрева и поиск или генетический инжиниринг более оптимальных каналов с лучшей кинетикой, которые, я думаю, что уже в ближайшем будущем позволят этому методу занять свое место во многих лабораториях мира для исследований, связанных с симуляцией или с торможением центральных нейронов инвива. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересно. Давайте я зачитаю вопросы из чата, их тут довольно много. от Петра Дмитриевича Приджистовского. При калибровке изменение температуры до 10 градусов это большие изменения для млекопитающих. Да, это как бы изменения большие, однако они проходят за очень короткое время. И вот здесь мы как бы не случайно оперируем не мощностью, а энергией. То есть если изменения температуры проходили в короткое время, то энергия, которая туда поступает, она в общем-то маленькая. И все, к сожалению, все температурные исследования, они оперировали какими-то временами, там, порядка секунд. действительно, если взять культуру клеток и нагреть на 40-50 градусов с помощью обычных методов нагревания, то там все как бы скипятится и сжарится, но если нагревать на десятки миллисекунд, мы получали очень воспроизводимые результаты, никаких изменений при таком нагреве мы не регистрировали. Хотя вот действительно там 40 градусов, там 43 градуса это считается температурой теплового шока. Понятно. Петр Дмитриевич тут держит руку. Хотите? Петр Дмитрий? Да, если меня слышно, да, если... Ну да, конечно. Я просто очень хочу сказать, что спасибо большое за доклад. Это очень интересно, очень интересное направление. И я вот как раз когда готовился к вчерашней лекции, я прорабатывал все эти вот направления, из которых мы могли бы быть. Как раз одной из проблем является именно вот эта вот высокая температура, повышение температуры, потому что когда... Вот то, что вы здесь только что говорили, что просто на очень короткое время, но если вы будете стимулировать регулярно, то при аптогенетике, при других таких вот подходах вы не можете регулировать буквально на миллисекунды какое-то вот время. И температура не будет спазать. Это вот одна из проблем. Но вторая проблема у меня вопрос, как локально инвиво можно исследовать вообще направленно действовать инфракрасным излучением. потому что идет есть такая вещь, которая называется скеттеринг. Когда у вас скеттеринг, у вас расходится, идет дефокусировка. Можно ли добиться вообще высокой фокусировки с помощью, сказать, внутрь мозга? Ну вот эта задача как раз она существует, она поставлена, но это немножко не в нашей компетенции. Вот у нас занимаются этим физики. Они говорят, то есть они, во-первых, придумывают всякие методы. Сейчас вот предложены методы микроволновой стимуляции, с помощью которой можно, как они говорят, добиваться определенной локальности и практически проникновения вообще не ограничить, но это вот я как бы не знаю, насколько вот они там говорят правду, неправду и будет работать или не будет. Это пока прорабатываем, но вот технологически они говорят, что это возможно и никаких проблем как бы к этому нет. По поводу еще нагревания, все-таки мы старались здесь показать такие эффекты, как вот управление нейроном, чтобы он отвечал потенциал действия на каждый спайк, но и для этого естественно приходилось завышать, там задирать стимулы, чтобы он точно следовал, но если там потребуется какая-то диполилизация подпорогов или длительной, можно просто уменьшить, если требуется длительный эффект, то естественно не нужно нагревать до таких огромных величин, но эффект как бы он будет, поскольку эти каналы они просто реагируют на изменение температуры, не обязательно давать такие огромные энергии, и есть разные каналы с разными порогами, там 40 градусов, 43 градуса, с этим можно вот играть, подбирать то, что лучше подходит. Спасибо. Можно я еще несколько вопросов из чата зачитаю? Найра Айвазян, о какой змее идет речь? Ну, пробовали разных змей, это каналы использовали в работе американских гремучих змей, и вот отечественных каких-то гремучих змей тоже пробовали, но не отечественных, среднеазиатских, у них каналы примерно то же самое демонстрировали. Диана Терзиан, были ли зарегистрированы потенциалы действия в норме до введения TRPA1, как они отличались? Ну, конечно, если просто деполизировать нейрон током через ту же петч-пипетку, можно вызвать потенциал действия, но по поводу того, как они отличались, в принципе, у клеток, то, что мы смотрели там на культуре, с этим вообще невозможно работать, там все потенциалы действия разные, на срезах по каким-то характеристикам, как длительность и амплитуда, они примерно соответствовали, стимулировали. чтобы их сравнивать, нужно, чтобы точно такой вопрос поставить, нужно стимулировать, скажем, клетки электрофизиологически, но чтобы профиль стимула деполяризации был точно такой же, как и при инфракрасном излучении, потому что, естественно, если чуть-чуть параметры стимуляции отличаются, то потенциал действия будет другим из-за инактивации разных каналов. Катастрофически они ничем не отличались, но вот насколько там тонкие характеристики, в принципе, не особо здесь важно, поскольку это динамика деполяризации, которая влияет на точную форму потенциала действия, скорее, чем именно способ. Она же просит прислать методическую статью, я думаю, что Диана, вы напишите Евгению Сергеевичу в личный чат, в основном это опубликовано. Конечно. Дмитрий Самигулин, вы зададите или зачитайте? Могу задать. Давайте. Привет. Да, Евгений, большое спасибо за интересный доклад. Хотел уточнить вот эта микробипетка стеклянная, которой вы измеряете температуру, это, видимо, тоже нетривиальный какой-то метод. Вот подробнее про нее можно что-то сказать? Ну, это обычная петч-пипетка, единственное, что нам пришлось как-то изменить диаметр ее, поскольку там, если использовать обычную петч-пипетку, то там всякие полизационные изменения, они вызывали сдвиг потенциал, сдвиг сопротивления. по-моему, они просто использовали обычную петч-пипетку, но пониженного сопротивления с увеличенным кончиком, чтобы там не ползло сопротивление само по себе. И так, тогда у нее получается стабильное сопротивление, просто измеряется, потом можно нагревать проток и построить калибровочную кривую просто на отдельных точках температуры, а уже после этого как бы светить лазером и туда наложить полученную шкалу. Это тоже опубликовано, даже не мы придумали метод, мы взяли готовый. Ага, здорово. И второй вопрос. Вот вы использовали оптоволокно, если просто двухфотонным лазером, можно локально также изменять свойства этих каналов? Пробовали? Ну, двухфотонный лазер, я боюсь, что там нужно как бы будет вам поломать ваш микроскоп, потому что у вас импульсы какие-то фемтосекундные, а у нас все-таки импульс 10 миллисекунд, не знаю, насколько десятка впорядка отличается. Вот если вы можете заставить свой двухфотонный микроскоп выдавать непрерывный импульс вместо коротких, то я думаю, что можно, да, но это стимуляция нужно, чтобы там было где-то тысяча или больше, наибольшая эффективность 1300. По-моему, все-таки у двухфотонного до 1000 доходит, может быть, 1300 у вас точно нет нанометра. Понятно. Спасибо. Спасибо. Большое. Последний вопрос от Армена Восканяна. Можно ли ввести TRP-каналы с разным диапазоном температур одновременно? Ну, можно, да, это же как любые каналы генетически кодируемые. Другой вопрос, что после этого получится и зачем вот это делать. Если есть какая-то задача конкретная, то, наверное, можно попробовать. Никаких ограничений для этого нет. Понятно. Спасибо огромное, Евгений Сергеевич. Спасибо.